Давайте теперь разберем несколько задачек про составление слов. Вот первая задачка, сколько различных слов может составить и слово «лоб». Давайте просто выпишем все эти слова. На первом месте у нас стоит либо буква «л», либо буква «о», либо буква «б». Если на первом «л», то на втором у нас либо «о», либо «б». Если на втором «о», то на третьем «б», если на втором «б», то на третьем «о». В первом случае мы получаем слово «лоб», во втором случае получаем слово «лбо». Теперь на первом месте стоит буква О. Тогда на втором либо Л, либо Б. Если на втором Л, то на третьем Б. Если на втором Б, то на третьем Л. В первом случае мы получаем слово ОЛБ. Во втором случае получаем слово ОБЛ. Ну и теперь на первом месте стоит буква Б. Тогда на втором стоит либо Л, либо О. Если на втором Л, то на третьем О. Если на втором О, то на третьем Л. В первом случае мы получаем слово БЛО. Во втором случае получаем слово БОЛ. Значит мы выписали все слова, значит всего их шесть. Но как нам получить этот ответ, не перебирая все варианты, а просто посчитав за несколько секунд? Ведь у нас слово может быть гораздо более большим, не из трех букв. Из пяти, восьми, девяти очень много букв может быть. Ну, так как у нас три буквы, то у нас три позиции есть. На первое место мы можем поставить одну из трех букв. Пусть мы поставили, например, букву Л. То есть выбрали ее одним из трех способов. У нас три варианта для первого места. Тогда на второе место у нас остается два варианта. Пусть мы выбрали Б. Ну и на третьем остается один единственный вариант, оставшийся О. По правилу произведения перемножаем и получаем ответ 6. Либо что то же самое 3 факториал. Теперь перейдем к следующей задаче. Теперь сколько различных слов можно составить и слово РАМА. Ну, эта задачка уже сложнее, потому что у нас две буквы А. Давайте их занумеруем. Пусть у нас это первая буква, а это вторая буква. Если мы запишем РАМА так, и Р, вторая А, М, первая А, мы получим одно и то же слово РАМА. Давайте посмотрим, сколько у нас всего возможных слов. То есть у нас четыре позиции. Будем считать, что у нас буквы А сперва различны. Первая А и вторая А. Тогда на первое место мы можем поставить одну из четырех букв. То есть у нас четыре способа. На вторую одну из трех, на третью одну из двух, на четвертую одну из последнюю. По правилу произведения перемножим, получим четыре факториала всего слов. Но в каждом слове у нас есть буква А1 и буква А2. Мы должны их еще между собой как-то переставить. Сколько у нас способов поставить буквы А между собой? Ну, либо у нас будет идти в слове А1, а потом А2, либо мы сперва встретим бы, пробегая слово А2, а потом А1. То есть у нас для буква А две позиции. На первом стоит одна буква, а на втором другая буква. На первой мы можем поставить одну из двух букв, и на второе место единственную оставшуюся. То есть у нас два факториал вариантов. Ну, то же самое, просто два. Это означает, что у нас, мы в этом слове между собой переставляем буквы А так, что у нас слово не меняется. То есть мы одно и то же слово учитываем дважды. Ну, вот мы видим, что у нас два слова соответствуют одному единственному раму. То есть мы посчитали каждое такое слово два раза. Значит, у нас токовый ответ, это четыре факториала, которые мы здесь посчитали. Делить на количество возможных перестановок букв А в этом слове. Это два. То есть четыре факториала делить на два. Ну, четыре факториала, это у нас двадцать четыре. Делим на два, получаем ответ двенадцать. У нас ждем. Продолжение следует...